ВСУ прорывает линию обороны россиян. Украина после Вильнюса рассчитывает на НАТО и взрывы на арабатской стрелке. Жив ли коллаборант Сальдо? Обо всем этом расскажу подробнее в эфире нехто самые важные и интересные новости. Очередной налет. Российские ракеты повредили аэродром и технику на нем. Украинское неанонсированное наступление дает свои результаты. Линия обороны россиян прорвана в нескольких местах. В некоторых районах украинские войска, вероятно, добились значительного прогресса и прорвали первую линию российской обороны. Германия в процессе расследования взрывов на потоках вышла на Польшу. Спасибо, что смотрите. Давайте еще поставим лайк, сделаем репост или напишем комментарий к этому видео, для того, чтобы его увидело большее количество людей. Спасибо за доверие. Начнем. Дроны с Азовского побережья. Больше 30 штук. 8 ракет наземного базирования. Все это летело минувшей ночью по Украине. Очередная ракетная атака пришлась на Одессу, куда прилетели 8 шахедов и 2 ракеты. Обломки сбитого беспилотника попали в жилую многоэтажку. Трое погибших, почти три десятка раненых в результате. В Белгород-Днестровском районе, тоже Одесской области, пострадали 10 человек. Взрывной волной были повреждены жилые дома. Прилетела и на военный аэродром Миргород. Там есть повреждения инфраструктуры и техники. Об этом говорит глава областной военной администрации Дмитрий Лунин. Ворог сьогодні вночі атаковав Миргородщину на Полтавщині, зазнав удари в територию Миргородського аэродрому. Пошкоджена і техніка, і інфраструктура аэродрому. Відповідно, на счастье, без жертв. Але пожежні та військові приборкають пожежі. Вона локалізована. Зараз займаються нас приборками наслідків і, відповідно, переміщенням техніки в інші локації. Високоточна ракета «Калибр» встряла в землю недалеко от села Котляры в Харьковской області. Пострадавших нет, удивленних тоже. ВСУ удалось прорвать российскую линию обороны в результате наступательних действий. Причем, линия прорвана в нескольких местах. Пишут об этом в британской разведке. В некоторых районах украинские войска, вероятно, добились значительного прогресса и прорвали первую линию российской обороны. На других участках украинские войска продвигаются медленнее. Минобороны Британии констатирують неоднозначное поведение оккупантов при украинском наступлении. Они проводят, вероятно, некие оборонные операции. Вместе с тем, часть отступает в определенном беспорядке на фоне увеличения количества сообщений о подрыве российских военных на собственных минах. Российская авиация была активной на юге Украины, но об эффективности ее ударов пока ничего неизвестно, пишут в разведке. Видите, довольно-таки мощно все укреплено. Потому что направление было ожидаемо. Я тоже называл именно это направление, как предполагаемое направление, где будут наступать все украинцы. Все это прекрасно понимали. У всех было достаточно времени подготовиться. Вот поэтому все это будет довольно идти так. Нужно ждать, что будет идти медленно, затянуто. И да, будут вот такие потери. То есть я бы не говорил сейчас «караул, все плохо». Нет. Несмотря на то, что потеряли там несколько леопардов, несколько БМП Брэдли, это условно нормально. Потому что это активные боевые действия. Это идет наступление. Именно так к этому стоит относиться. На Бахмутском направлении ВСУ за сутки продвинулись почти на полторы тысячи метров, говорят в пресс-службе восточной группировки войск. Пока враг проводит ротацию, ВСУ пользуется моментом. Всего состоялось шесть боестолкновений, в ходе которых нашими силами обороны уничтожено 138 оккупантов. 236 получили ранения, одного взяли в плен. Арабатская стрелка, оккупированная территория. Снова в дыму и снова ничего там не происходит. Мэр Мелитополь опубликует в своем Телеграм видео с пылающей базой отдыха, в которой предположительно располагались оккупанты. Иван Федоров пишет, что машины с россиянами срочно выезжают, эвакуируются в оккупированный Крым. А украинские паблики дополняют информацию тем, что попадание, вероятно, произошло в отель «Позитив», в котором, опять же, вероятно, находился и коллаборант Владимир Сальдо. Но подтверждения этой информации пока не находим. Нанесенный удар мог поразить штаб группировки войск, которые действуют на данном направлении. Для нанесения подобных ударов могут использоваться как те вооружения, которые мы получаем от наших партнеров. Для действия на эту территорию мы знаем, что могут быть использованы те же ракеты Storm Shadow или, допустим, те же реактивные снаряды DLS-DB. Это гибрид снарядов М-31, которые выпускаются из систем залпового огня «Хаймарс» и планирующих бомб. Подобные боеприпасы могут уверенно уничтожать цели противника на данном расстоянии. Ну, кроме того, уже не следует забывать о ракетных системах залпового огня типа «Альха», которые периодически применяются вооруженными силами Украины. Но находим подтверждение другой информации. Про бегство россиян, в свою очередь, из Крыма. Об этом пишет Украинский центр национального сопротивления. Пишет, что были отданы указания по спискам населения на так называемую принудительную эвакуацию вглубь полуострова или совсем на территорию России. В первую очередь вывезут представителей так называемых администраций вместе с семьями документы, технику. И в данный момент составляются списки материально-культурных ценностей, которые оккупанты готовы забрать на территорию России с собой. Окупанты проводят мероприятия по подготовке перемещения населения и похищения материально-культурных ценностей. Россияне отдали распоряжение оккупационным администрациям на севере временно оккупированного полуострова по подготовке эвакуации. На Вильнюсском саммите НАТО Украина получит алгоритм вступления в альянс, уверяет заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов. Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определенном формате. Уже сейчас на саммите в Вильнюсе Украина должна понимать, что после войны, скажем в течение года-двух, после проведения определенных процедурных вещей мы будем членами НАТО. Замминистра не сомневается в том, что положительные решения по Украине будут таки приняты. Саммит альянса в Вильнюсе должен пройти через месяц, 11-12 июля. Большие надежды на него возлагает украинская сторона, и слухов вокруг этого события уже масса. Взрыв в Анкаре на заводе по производству ракет прозвучал утром, затем начался пожар. Турецкие медиа пишут о погибших и раненых, некоторые в тяжелом состоянии. Известно, что под завалами еще остаются люди. Обо всех деталях мы будем сообщать в нашем Телеграм. Не забывайте подписываться на все наши каналы. Территория Польши использовалась как оперативная база во время подготовки диверсии на газопроводах Северного потока. Федеральное ведомство уголовной полиции Германии проводит расследование факта захода яхты, которая, по их мнению, была задействована в диверсии в польские воды. Об этом пишет The Wall Street Journal. Пресс-секретарь немецкой прокуратуры отказался комментировать вопрос о расширении следствия на территорию Польши, как и о том, обращалась ли Германия к Польше за помощью в расследовании. Ведь Польша проводит собственное расследование. Больше десяти небольших левых партий в Испании объединились в одну политическую силу и вместе идут в поход на выборы в июле. А это, в свою очередь, увеличивает шансы действующего премьер-министра Педро Санчеса быть переизбранным. Об этом пишет Associated Press. И, может быть, эта договоренность положит конец череде поражений левых партий, которые на последних местных выборах потеряли очень много регионов и фактически развернули страну вправо. Мы уже говорили с вами про собаку, которая выжила после наводнения на деревянном плоту и которую спасли на Одесском побережье. Вероятно, она преодолела больше сотни километров. Новая находка. Косуля из зоны затопления смогла выбраться живой. Она путешествовала на собственном острове и, может быть, даже спасатели прервали ее отпуск. Жива козуля. Олень. Олениха. Олениха. Да, самиця. Заходь туда наверх до неї. Поглазьте ее. Ди сюда маленькая. Внимайте досвіду. Внимайте. Все, вона попливла. Теперь давайте гоним ее туда, в ту сторону. На пляж. Спасибо, что смотрите. Спасибо за доверие. Жду ваших комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом все. До скорой встречи. Хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова